Писатель и блогер Слава Се приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с поклонниками. Латвиец прославился своими юмористическими рассказами, в которых много правды жизни. Его первая же книга разошлась тиражом в 100 тысяч экземпляров. Авторская встреча состоялась в зале Краевой филармонии, репортаж Дарьи Небора. Чтобы рассмешить людей, достаточно рассказать им о своей жизни. В этом уверен писатель и блогер Слава Се. Все его рассказы — невыдуманные истории о карьере, семье и друзьях. Смех в зале Краевой хабаровской филармонии не умолкал. Обо мне в Польше написали дипломную работу. Некий польский студент написал, что творчество Слава Се является симбиозом латышской и русской культуры. Я показал этот текст в своей жизни, говорю, видишь, что написано, занимается творчеством. Разглава не переписывается, как ты утверждаешь. Слава Се по паспорту Вячеслав Солдатенко начал вести свой блог 10 лет назад, во время бракоразводного процесса. Психолог по образованию, некогда таксист, диктор, а в настоящем практикующий сантехник, быстро привлек к себе не только внимание пользователей интернета, но и книжных издательств. Вдохновение писатель находит в обычной жизни. Вот я из Владивостока ехал в Хабаровск на поезде и спал, наверное, часа два, потому что напротив оказался какой-то полковник милицейский. И он мне рассказал боевых своих историй на две книжки точно. Он и там был, и сям был, и пистолеты. Я тут ничего не знал, что я писатель, так бы я, наверное, вовсе спать не лег. То есть истории полно, только успеваю записывать. Первая книга под названием «Сантехник», «Его кот, жена» и другие подробности разошлись тиражом в 100 тысяч экземпляров. Сейчас библиография Славы Сэна считывает 7 сборников. Специально для авторского вечера писатель отобрал как всеми любимые, так и еще не опубликованные истории. Он просто и легко говорит о жизни, о том, что есть в жизни. Ну и это заставляет, как-то может быть порой неожиданно, посмотреть на вещи, которые нам кажутся ужасными, жуткими, страшными. А на самом деле это не страшно, а на самом деле это жизнь. И на самом деле все хорошо. Я знаком с разными писателями, да, но чувство юмора довольно, скажем так, своеобразное, но смешно. Смешно пусть не постоянно, но, как подчеркивает сам Слава Сэ, в какой-то степени может и трагично, но это наш быт. Своебразное чувство юмора Слава Сэ любят и за границей. Хабаровск стал финальной точкой его российских гастролей, а уже через пару недель писатель отправится на Украину, где также будет читать со сцены свои невыдуманные истории. Дарья Небора, Павел Легалин, телеканал «Губерния».